Сотрудники ППС, патрульно-постовой службы, они тоже в статистике идут в лидерах по правонарушениям. И расскажите вообще, с чем это может быть связано? Ну вот, увязать можно с непрофессионализмом, в первую очередь. Это когда сотрудник, выходящий на службу в общество, он же должен уметь общаться с гражданами по закону правильно, а значит не допускать нарушения. И я увязываю это неумение правильно принимать решения и оступается очень часто, оно граничит, оно не всегда, так что, скажем, нарушение сотрудникам ППС, именно там умышленное и так далее, оно просто иной раз некомпетентный сотрудник, не умеет правильно принять решения, не умеет правильно, значит, задержать гражданина, в результате чего потом, значит, рождается жалоба гражданина, значит, и отсюда последствия, это как и нарушение и дисциплинарное, либо, значит, вплоть до того, что, если не умело задерживал, там, может быть, нанести какое-то телесное повреждение, или еще что-то, такое тоже бывает. А вот по количеству уголовных делал сотрудники ГИБДД стабильно идут в лидеры, да, к ним какое-то у вас особое внимание вообще? Знаете, особое внимание у нас связано с обращениями граждан, прежде всего. Это в интернете, это и те письменные заявления, это и устные, и на телефон доверие и так далее. Отсюда, естественно, мы меры реагирования принимаем, и отсюда и статистика повышается. Просто они, опять же, оговорюсь, находятся в тесном взаимоотношении с населением, а население, оно сейчас в наши годы уже, имея уже достаточно, мне кажется, правовое, ну, так скажем, уже правовая грамотность у них возросла, у населения, поэтому все чаще и чаще обращается, а когда мы уже подключаемся, естественно, выявляем какие-либо, либо совершения преступления, либо, опять же, дисциплинарные поступки.